15 ноября 1919 года армия Тухачевского зашла в город Омск. И опять новая власть, власть советская. Надо сказать, что после Колчака нам осталось такое наследие, что железнодорожный транспорт пришел в полную негодность, разрушен был речной транспорт. И я уже говорила о том, что очень много было преступников у нас в городе Омске. И для того, чтобы бороться с этой ордой преступников, у нас сразу уже 17 ноября были образованы, вот здесь есть справка, городское отделение милиции, 7 районных отделений милиции и уголовный розыск. Страшное произошло 19 ноября 1919 года, когда вооруженная банда под руководством Агея Кучева ворвалась в здание уголовного розыска. Цель была одна – уничтожить картотеку, которая была заведена еще при царской полиции. Картотека на преступников. Те сотрудники, которые присутствовали в этот момент, были расстреляны, когда подоспели части Красной Армии, преступники ушли, забрав с собой двух сотрудников, которых потом расстреляны и нашли на реке Омка. И для того, чтобы все-таки город Омск устал от этого кровопролития, от этих бесконечных краж, грабежей, убийств, к нам из Москвы прислали вот этих вот сотрудников. Степанов, братья Филирозий, Дмитриев, Пилипенко, Жирюхин. Надо сказать, они приехали вот к нам, город Омск, и как вот белогвардейцев эти сняли на восток, так по всем губерниям, различным областям тоже вот сотрудники были направлены на волевом с преступностью. И вот как только появились эти люди, у нас появилось слово «мусор». Интересная история этого слова. Дело в том, что раньше назывался эти сотрудники, раз из Москвы, Московский, уголовный сыск. То есть сыскная была полиция, я говорила, Путилин, ее образовал сыскная полиция, значит, Московский уголовный сыск. Сокращенно это «мусор». А потом, говорят, именно Керенскому не понравилось слово «сыск», он его заменил на «розыск», хотя я не могу это утверждать. И тогда уже появилась аббревиатура «мур». И вот аббревиатуры две эти как бы соединились, «мус» и «мур», и появилось слово «мусор». Оно очень понравилось уголовникам, и поэтому они вот этих вот людей стали называть мусорами. И вот сейчас порой люди с таким сегативным оттенком называют тех же патрульно-постовую службу, тех же сотрудников ГАИ. Надо сказать, это в корне неправильно даже с позиции уголовников, да, потому что все-таки вот эти вот мусора, это те люди, которые каждый день рискуют, смотрят в долг пистолета, имеют с трупами дело. Ну, то есть это те люди, при которым, конечно, можно только вот преклониться, скажем, к ним. И вот, кстати, вот эти вот люди в Филирозе стояли и у истоков образования второй в стране школе подготовки среднего комсостава и сотрудников уголовного розыска. То есть нашей Академии Омской, да, они там даже читали лекции, порой они возмущались, у нас так много работы, много преступлений не раскрыты, а вот они как бы еще и занимались лебезом. Надо сказать, что в основном сотрудники были малограмотные, некоторые даже не умели читать, не хватало одежды, не хватало оружия, и поэтому у нас есть документы, когда изымают оружие у преступников и тут же их передают сотрудникам уголовного розыска, другим милиционерам, ну, для того, чтобы хоть как-то вооружить милицию.